Здравствуйте! Можно посмотреть цветочки в маленький пакет? Конечно! Лера работает флористом почти год. Пришла случайно, увидела объявление. В профессии девушке нравятся люди, которые уходят из магазина с довольными лицами. Ну и, конечно, сами цветы. Иногда даже, когда плохое настроение, на работу приходишь, оно прям пропадает, хочется что-то делать. Ты как будто с ними общаешься, с цветами. Но столько чувствуешь их. До этого, допустим, я цветы вообще, как бы, ну, думаю, не держала. То есть, а сейчас у меня весь подоконник в цветах горшочных, и такие иногда просто вазочку беру. Флористика меняется из года в год. Современные тенденции, композиции в коробочках и корзинках, букеты и сухоцветов. Сейчас в тренде то, что необычно, не как обычные цветочки, да, а там какие-нибудь корейские упаковки, там, сладости, чтобы фрукты были в букетах, виноград. Овощи даже кто-то делает из колбас, букеты просят делать, кофе, очень много всего. А если так, из цветов, то очень сильно разбирают это пивот. Даже из внешней очень разных цветов можно составить красивую композицию. Но и на язык цветов люди также обращают внимание. Вот, допустим, кто-то приходит букетик, да, купить. Ой, там желтые хризантемы, я брать не буду к разлуке. А кто-то приходит, допустим, желтые розы. Ой, мне надо желтые розы, потому что они к деньгам. А это ещё одна представительница профессии. Кристина начала работать флористом 10 лет назад. Продолжила семейное дело. У меня сестра, сама творческий человек, она здесь работала и потянула меня сюда, за ней. На изготовление букета девушка тратит примерно 5-7 минут. Рука уже набита. Поставка свежих цветов происходит два раза в неделю. Сейчас спрос на экзотические и сезонные цветы. В магазине есть и постоянные покупатели. Есть у нас мужчина один, который каждый день приходит за розочкой. Каждый вечер идёт домой и покупает розочку. В Наринмаре нет курсов по специальности флориста. Их можно пройти в более крупных городах. Но в этом деле всё-таки главную роль играет практика. Сегодня у волшебников, работающих с хрупкими созданиями природы, профессиональный праздник. Поздравляем с Днём флориста. Эти люди с помощью своих прекрасных композиций дарят нам хорошее настроение. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал Север.